27 января – особая дата в истории нашей страны. В этот день, в 1944 году, была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. За это время на северную столицу было сброшено 107 тысяч авиабомб, выпущено около 150 тысяч снарядов. Но помимо страха, бомбардировок и голода, в осажденном Ленинграде была взаимопомощь и развивалась культура. Ленинградцы изо всех сил хотели выжить не только физически, но и духовно. Работали заводы, выпуская боеприпасы. Действовали школы, больницы, не закрывались даже театры. Дети и подростки работали наравне со взрослыми, обучались тушить сброшенные бомбы. Мальчишки и девчонки 10-12 лет спасли много жизней ленинградцев. Для оповещения о вражеских атаках на улицах города было установлено более тысячи громкоговорителей. Кроме того, сообщения транслировались через городскую радиосеть. Сигналом тревоги стал звук метронома. Его быстрый ритм означал начало воздушной атаки – медленный отбой. Радиовещание было круглосуточным. Дикторы рассказывали о ситуации в городе. Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги! Еще одним звуком блокады стала музыка. Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. В первые недели войны, которую Дмитрий Шостакович встретил в своем родном Ленинграде, он начал писать седьмую симфонию, ставшую одним из важнейших его произведений. А 9 августа 1942 года в переполненном зале Ленинградской филармонии состоялось исполнение данного произведения. Через громкоговорители концерты транслировали по всему Ленинграду. Музыку слышали и немцы на своих позициях. Для многих из них, считавших, что город умирает, это стало потрясением. В нечеловеческих условиях ленинградцы жили, учились, работали и вместе со всей страной стремились к победе. Это та самая невероятная человеческая сила, способная преодолеть голод, страх и даже смерть. Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Так во Владивостоке состоялось памятное мероприятие в честь дня полного снятия блокады Ленинграда. В память о погибших в тяжелые военные годы возложили цветы у мемориала «Боевая слава» Тихоокеанского флота. 79 лет прошло с момента, когда была снята осада, блокада нашего самого дорогого сердцу города Ленинграда. Это стойкость. Это безусловный пример всем будущим поколениям. Стойкость и величие нашего народа максимально раскрылась в эти дни. Отдать дань уважения погибшим пришли бывшие жители блокадного Ленинграда. Курсанты, воспитанники патриотических клубов. Среди владивостокцев тоже есть люди, которые пережили это суровое время. Они были еще совсем детьми, когда город был взят в окружение. Но воспоминания об этом пронесли через всю жизнь. Тяжелая память, память о потере близких. И восхищаюсь стойкостью и благодарной до земли, к Галанию, за то, что меня спасли. И вывезли по дороге жизни, по Ладоге в 43-м году. А так погибли бабушка, бабушка, дедушка погибли. Сестренка умерла от голода. Но перетерпели все, что все блокадники. У нас в квартире жило 18 человек, а живых осталось шестеро. Вспоминаются школьные годы, разумеется, игра в футбол во дворе, нахождение на каток, разумеется. И вспоминаются, как значительно более счастливые годы, чем тяжелые годы блокады и эвакуации. Но детство из детства, конечно, многое стирается, вспоминаются более яркие моменты. Девять страничек, страшные строчки, нет запятых, только черные точки. Умерли все, что поделать, блокада. Голод уносит людей Ленинграда. Пусто и тихо в промерзшей квартире. Кажется, радости нет больше в мире. Если бы хлебушка, всем по кусочку. Может, короче дневник был на строчку. Маму и бабушку голод унес. Нет больше сил и нет больше слез. Умерли дядя, сестренка и брат. Смертью голодной пустел Ленинград. Пусто в квартире. В живых только Таня. В маленьком сердце столько страданий. Умерли все, никого больше нет. Девочке Тане 11 лет. Я расскажу вам, что было потом. Эвакуация, хлеб и детдом. Где после горести всех испытаний Выжили все. Умерла только Таня. Девочки нет. Но остался дневник. Детского сердца, слезы и крик. Дети мечтали о корочке хлеба. Дети боялись военного неба. Этот дневник на процессе Нюрнбергском Был документом страшным и веским. Плакали люди, строчки читая. Плакали люди, фашизм проклиная. Таня дневник – это боль Ленинграда. Но прочитать его каждому надо. Словно кричит за страницей страницей. Вновь не должно это все повториться. Ирина Шилина, Анна Дьякова, Екатерина Князева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.